Бисмиллахи рухмани рухаим, альхамду лиллахи раббилля алямин, ас-салату ас-саляму аля мхаммуни, аля алихи, ас-схабихи, аджума'ин, ама-ба'ат. Сегодня у нас продолжение книги Мяту Амилин, и продолжаем. Ан-на-ус-самину и восьмой вид, Мин-саля-сата-а-шара-науан, из тринадцати видов, это Ас-ма-ум, тоже имена. Как мы видим, тоже имена, тан-сибу, которые делают наспу, аля там-из, на там-из. Что такое там-из, далее поймете. Ас-ма-ан-на-ки-ра-тин, имена в неопределенном состоянии. Уахи-а-ба-ту ас-ма-ин и их четыре имени, то есть четыре частицы есть, которые являются именами, их четыре. Которые делают наспу на там-из, то есть это что-то выделенное. Там-из, как бы, это более подробно тоже в книге о Джереме будет. Вам же сейчас, главное, запомните вот это. Ау-алюха, и первая же из них, из этих частиц, это аш-ра-тун-десять, то есть цифра десять. В арабском языке, в отличие от русского языка, если в русском языке отдельная часть речи есть, как числительное, имя числительное, то в арабском языке числительные все вот цифры, названия цифр, они входят в, имя числительное, да, в исму входят. Поэтому аш-ра-тун, как бы цифра десять, она является тоже исмуным именем. И получается, первая из них это десятка, и если она образована, то есть когда она делает вот эту десять цифр, когда она делает насву на там-из, когда ставит в положение окончание насву, когда она образована с использованием, то есть вместе, когда с цифрой один или же с цифрой два, или от са-тин до девяти, то есть от одного до девяти, вместе с десяткой, если используется, то есть это, получается, цифры от одиннадцати до девятнадцати. Нахва, например, ахада ашара дирхаман. Одиннадцать дирхемов. То есть мы видим слово дирхам, оно является там-изом. И вот оно имеет окончание насву. Почему? Потому что у него в конце фатха. И вот мы видим, как было здесь сказано, она делает насву когда? Когда используется вместе от одного до девяти. Вот здесь мы видим ахада ашара. То есть сочетанием, оно образовано с сочетанием с цифрой ахада. И следующий пример это двенадцать дирхемов. То есть мы видим, да, двенадцать тоже, как я уже сказал, от одиннадцати до двенадцати цифры. После них, который идет там-из, этот там-из ставится в положение насву. И так до девятнадцати дирхемов. Не только именно девятнадцать, а тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Вот все эти цифры, после них, который идет именно там-из, ставятся в положение насву. И так же говорят, в единственном числе мужского рода, говорят один. А в двойственном числе говорят иснани. То есть цифра один в мужском роде будет один, а цифра два в мужском роде будет иснани. А для единственного числа женского рода используется цифра ва-хидатун, то есть один в женском роде будет ва-хидатун. А для двойственного числа используется иснани, то есть цифра два будет иснани в женском роде. И получается эти, они приходят, вот эта цифра один и цифра два в мужском и женском роде, они приходят согласно общеизвестному правилу. Что это имеется в виду? Вот этот момент немножко надо будет пояснить, конечно. Общее известное правило, это имеется в виду, что слова мужского рода используются со словами мужского рода, а слова женского рода используются со словами женского рода. Это имел в виду автор, сказав, что по общеизвестному правилу. далее лама фау каа а те которые больше них то есть получается больше единицы и двойки или ашир один до 10 гайру джарин аренка ясель машур они приходят они не приходят согласно общественному правилу то есть начиная от 3 до 10 приходят по не приходят по общеизвестному правилу на его например саля сату саля сатун арбатун хам сатун или ашир один без ботита и лил мудаккари с сохранением буквы та для мужского рода то есть мы видим на для мужского рода используется женские вот это там арбута как мы знаем да вот это то на же это показывает что слово женского рода получить вот эти цифры женского рода саля сатун арбатун хам сатун это женские женского рода цифры но они используются с словами мужского рода и точно так же наоборот вас аля сун арбатун хам сун или аширати бехас фита и лил муаннафи с сбрасыванием буквы та для женского рода то есть мы видим да цифры мужского рода саля сун арбатун хам сун и так далее они используются для женского рода то есть начиная от 3 до 10 эти цифры мужского рода цифры используя со словами женского рода и женского рода цифры они используются со словами мужского рода. А цифра 1 и 2, она используется. 1 и 2 цифра мужского рода цифра с мужского рода словами, женского рода 1 и 2 цифра они используются с женского рода словами. Это главное запомнить один раз, и сейчас это кажется чем-то трудным, но если это просто запомнить, выучить наизусть, то ничего сложного как бы в этом нет. И далее приводится для этого как доказательство из священного Корана. У Атаркибуль Музаккари количественные числительные цифры, количественные с сочетанием которые идут в сочетание Таркиб, сочетание цифр. Скажем так, более правильно будет сказать, Таркиб это сочетание цифр мужского рода. Ахада Ашара Раджулян. То есть мы видим, Ахада Ашара это у нас, как я уже сказал, видим, да, для Раджулян это слово мужского рода, и для него используется мужского рода цифры. Ахада Ашара Раджулян, Исна Ашара Раджулян, вот, Джарин Аалэль Киясил Машхури. То есть идет по общеизвестному правилу. Вот Таркибуль Муаннаси и получается вот это сочетание женского рода. Что под сочетанием имеется, вот, вот, ихда, вот, единица, Ашрата, вот, десятка. Десять и единица они сочетаются, да, вместе, вот, это сочетание называют Таркибом. Имра Атан, Ихда Ашрата Имра Атан. Вот, здесь мы видим примеры. Одиннадцать женщин, Ва Исна Та Ашрата Имра Атан, и также двенадцать. Джарин Аалэль Киясил Машхури. Тоже приходит по, согласно общеизвестному правилу. Ва Салясата Ашара Раджулян. И вот здесь мы видим, для слова Раджулян, для мужского рода слова, используется женского рода цифра с буквой Та. Салясата. Та, далее идет Арба Ата Ашара Раджулян, или Ашрина Раджулян. До двадцати мужчин. И это приходит, точнее, не приходит. Не приходит по общеизвестному правилу. То есть, она не подчиняется, даже более, можно сказать, даже, что не подчиняется она общеизвестному правилу. Правило, что мужские вещи для мужчин, а женское для женщин. Поэтому правило не подчиняется. Цифры от трех до десяти. И также цифры от тринадцати до двадцати. Ва Саляса Ашрата Имратан. И также вот видим, да, тринадцать женщин. Здесь мы видим Саляса. Это мужского рода цифра, используется женское рода слово. Ва Арба Ашрата Имратан, или Ашрина Имратан. Тоже не подчиняется общепринятому правилу. Далее, Мумаизу Ат-Таласати Илаль Ашрати. И вот слово и Мумаиз, получается, слово, которое идет после цифр Мумаиз. И вот это слово, которое, и этот Мумаиз, здесь оно будет идти после цифры три до десяти. Получается, начиная от тройки до десятки. Она бывает Махфудун, Маджмуун. Она бывает, окончание у него бывает Хавзу. Хавзу это, скорее, Хавзу это то же самое Джару. Просто у окончания Джару есть два названия. Хавзу и Джару. Автор здесь сказал, как бы Махфудун. И Маджмуун, оно бывает в окончании, скажем так, как Хавзу и бывает в множественном числе. Мнахон, Салясату Риджалин. Как мы видим, да, три мужчины. Три мужчины, здесь мы видим Риджалин в множественном числе. И оно имеет окончание Хавзу, Касра. Во Салясу Нисватин и также мы видим три женщины, тоже вот слово женщины в множественном числе и также окончание Хавзу. Джарру окончание. И в конце у них Касра. Во мумаизу ахада ашара. И получается у нас мумаизу, вот это слово, когда оно идет после 11, или тисаати ватисаина, до 99. То есть все цифры от 11 до 99, их мумаизу, после них, которое идет слово, оно бывает мансубун муфрадун. Оно бывает, на нем бывает наспу, и оно бывает, оно бывает в окончании наспу, и оно бывает в единственном числе. Эти слова бывают в единственном числе. Наху, например, ахада ашара раджулян. 11 мужчин. Мы говорим, слово раджулян, это получается в единственном числе слова. Но, как бы, понимаем, да, что 11 мужчин. В арабском языке, как бы, вот так употребляется. 12 мужчин. Тоже видим, да, положение наспу, окончание наспу, об этом нам говорит Фатха в конце, и также оно в единственном числе. В ахада ашара раджулян. И также видим, да, 13 мужчин. Ватисаату, ватисууна раджулян. 99 мужчин, тоже в единственном числе. И также видим, что у него было окончание наспу. Ваумуанна саху, и в женском роде будет ихда ашрата имраатан. 11 женщин. Тоже видим, да, окончание наспу и в единственном числе. Ваисната ашрата имраатан. Это тоже видим, да, 12 женщин. Ва саласа ашрата имраатан. Иля тисаина ватисаина имраатан. Тоже видим, да, 99 женщин. Слово женщина, оно получается в единственном числе и в положении наспу. Также мумаиз, вот это слово, которое идет после цифры ми-атин ста, ва альфин тысячи, сто и тысяча, ихние двоечные числа, то есть получается двести, две тысячи. И получается множественное число тысячи, это получается альфин, получается более трех тысяч, это получается три тысячи и более. Вот эти цифры, после этих цифр, которые идет в мумаиз, он получается махфудун, муфрадун. Он, получается, в окончании имеет джарру, хавзу, и имеет единственное число. На его пример, ми-ату-раджулин, то есть мы видим здесь, да, окончание хавзу, касра, и также мы видим здесь, что у него имеется единственное число. Ми-ата-раджулин, тоже видим, да, двести мужчин. Ва-салясу ми-ати-раджулин, ва-салясу ми-ати-раджулин, и тоже 300 мужчин, то же самое. Ва-альфу-раджулин, тоже видим единственное число и окончание хавзу, ва-альфа-раджулин. Тоже видим слово «раджулин» в единственном числе. И окончание «хафзу» имеет. И вторая частица из, получается, частиц, которые делают наспу на мумаиз, это получается «кам». Она используется для вопроса. Сколько у тебя дирхемов? Сколько дирхемов у тебя? Видим, да, дирхамон, слово, это мумаиз, в данном случае, и оно имеет окончание наспу. И признаком того, что у него есть наспу, это получается «фатха», один из признаков наспу. И третья частица, это «ка айин». Например, «ка айин раджулин анди», сколько мужчин возле меня? Видим, да, раджулин, это тоже является мумаизом, и слово «раджулин», но в данном случае, имеет окончание наспу, и он, потому что в конце «фатха». Ар-рабию, и также четвертая часть, это частица «каза». «Нахбу анди каза дирхамон». У меня столько дирхемов. В данном случае, мумаизом является слово, снова слово «дирхем». На этом урок подходит к концу. Если у вас остались какие-либо вопросы, переходите по ссылке в описании чат в Телеграме, или же в чат в WhatsApp, там уже можете задавать вопросы, которые у вас остались после данного урока. Иншаллах, постараемся на них ответить. Продолжение следует...